Ребята, и как я вам говорила, у нас начнут выходить видео с бумажными собачками. Вот я вот так вот камеру опущу, чтобы чуть-чуть хотя бы видно листики. Вот. И смотрите какой. Я тут уже подготовилась и некоторые детальки сделала. Например, из пакетиков. Застёжкой, например, вот такие вот у меня. Они сделала вот такие вот прозрачные пакетики. Вот. Это для корма. Корм мы будем делать из бумаги, само собой. И ещё вот такую вот пакетику. Ну, в принципе, это не важно. И ещё я сделала вот такую вот заготовочку для домика. Тут всякие коробочки. Вот в самой большой у нас будет располагаться вот эти вот пакетики. Мы их потом наполним едой для собачек. А вот маленьком всякие разные игрушки. Ну, такое. Вот. В этой серии мы пока что ещё не будем делать собачек. Не, я дико извиняюсь. Просто сейчас как бы надо сначала подготовиться. Надо сначала обустроить всё, чтобы собачкам потом было уже комфортненько. Кстати, если на будущее я вам говорю, если под видео с бумаги собачками наберёт очень много лайков, то, возможно, я сделаю домик и для кошечек. И самих кошечек, конечно. Я, конечно, в кошечках не эксперт, но постараюсь ради вас. Но если будет много лайков на этом видео и на следующих, говорите себя. Я думаю, что договорились. И сейчас нам надо сделать такой диванчик, ну, кроватку, можно так сказать, матрасик. Для этого нам надо сложить листик напополам. У меня лист А4. Вы можете брать какой, в принципе, у вас есть дома. Но только А4. Сейчас я нарисую эскиз, а потом к вам вернусь. Так, ребят, я уже к вам вернулась. Сейчас я покажу, какой у меня эскизик получился. Просто я сейчас снимаю на телефон, как и всегда, и мне не очень видно. Простите, пожалуйста. Вот такой вот у меня эскизик получился. Я не понимаю, видно ли у меня их. В общем, сейчас покажу вам. Вот такой вот эскизик у нас получился. Короче, надеюсь, вам было видно, потому что я не понимаю, как у вас есть снимать нормально на телефон чуть-чуть. Ну, ничего, привыкну. Так. Ну, я сейчас вырежу. Но сначала надо разукрасть. Разукрашу, к вам вернусь. Так, ребят, я уже закончила. Вернее, нарисовала только эскиз. На моем матрасике будет красоваться вот такая вот радуга. Так, все, вам видно. Конечно, плохо видно. Извиняйте, потому что я мячок в этом деле. Я не понимаю, как снимать. Ну, как? Ну, короче. А потом объясню. А сейчас на это разукрасть, и я к вам вернусь. Я уже закончила разукрашивать. И вот такая радуга. У меня получилось. Облачка оставляйте белыми. Договорились, ребят? Все. Ну, конечно, фон не очень. Но все нормально. Я его раскрашивать, конечно, не буду. Потому что это очень много времени. А у меня времени немного. Да. И, может быть, вообще на две части матраса мы будем делить на два видео. Короче, не знаю, как получится, ребят. Я к вам вернусь, когда вырежу и нарисую спинку. Окей? Хотя, нет, давайте без спинки лучше, а? Ух, ребят, я уже обклеила. Для вас это была секунда. А для меня это было очень долго и громко. В общем, вот, что у меня получилось. Я вырезала и обклеила скотч. Нашу радугу. Дугу. Так, и вернусь, когда наполнюсь синтепоном. Окей? Кстати, ребят, забыла вам напомнить. Вы можете делать подушку любой форм. Любой форм, любого размера, с любым рисуночком. Можете все эти очки там нарисовать на этой лежанке. Что угодно. Нет, все равно. Я склеила две части, и сейчас я их буду расплеплять. Можно. Склеила то, что не надо. Все, ребят, я вам вернусь. Только осталось наполнить это все делать синтепоном. Вернусь, покажу. Все, ребят, я уже к вам вернусь. И вот такой вот матрасик у меня прикольненький получился. А нет, тут маленькая дышечка. Секунду. Все, фрактемка. Теперь давайте посмотрим, куда мы можем это сделать. Положить, вернее, такс. У меня тут только одно место, если это матрасик. Это будет что-то. Ну, в следующей серии мы продолжим делать. Вот это вот все. Всем пока-пока. До встречи. И... Скажу. И в следующей серии, вернее, будем делать уже собачек. И все такое. Всем пока. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...